В прямом эфире репортера новости. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В Одессе на Черемушках квартирант убил собственницу квартиры. Полиция утверждает, что преступник хотел запутать следствие. Хотя, по словам близких, он был просто не в себе. Мужчина осознался в содеянном, однако изначально утверждал, что не помнит, как все произошло. Подробности в сюжете Константина Гречанова. 44-летний уроженец Ровенщины Юрий сообщил в полицию, что обнаружил тело собственницы квартиры, которую он снимал. Ее зарезали ножом. Как произошло убийство, он не помнил. Однако, по версии полиции, потом все вспомнил и сознался. Близкие характеризуют подозреваемого, как порядочного семьянина, доброго и отзывчивого человека, который никогда не провоцировал конфликт. Сказать, что не конфликт, это чего не сказать. Я даже не могу сказать, что он поднимал когда-то тон. Сколько мы там и по молодости где-то там, и во время учебы там где-то и по дискотекам ходили там, и с людьми встречались, и друзей у нас было много там, и в Чернигове там, где мы учились, и все. Но он всегда был молча и всегда, если скажет два слова, это было в десятку. Это же подтверждают и соседи. Многие из них вообще не знали, что убитой был квартирант. Я знаю, что они были очень тихими, спокойными людьми, никаких конфликтов они не создавали. Поэтому была довольно тихая, спокойная семья, среднестатистическая. Юрий проработал более 25 лет в пенитенциарной системе. Получил проблемы со здоровьем. Со слов Кума, пять лет он не пил вообще. Несколько недель назад выпил. С этого момента и начались проблемы с алкоголем. Для меня вообще-то новость, что у него началась проблема с алкоголем. Ну, я опять-таки не хочу скрывать, нормальные мужики, нормальные здоровые хлопцы там мы были, ну, собирались, но если там мы 0-5 выпивали за вечер на троих, на три мужика под нормальную еду, закуску, то в конечном результате, чем больше мы сидели, тем больше мы обнимались. Ну, потому что мы были очень такие, все, кто мы жили во время учебы, учились, мы все были в очень близких отношениях. Очень близких. Под воздействием алкоголя Юрий никогда не проявлял агрессии. Однако полторы недели назад у него случился эпилептический припадок. По словам Валерия, с тех пор он не пил вообще. Однако начал странно себя вести. Разговаривал с отсутствующими рядом людьми, забывал имена, терялся в пространстве. Вот именно в этой квартире номер 43 и произошла трагедия. Очень странно выглядит тот факт, что человек, который проработал 25 лет в правоохранительной системе, не почистил за собой следы преступления. При этом якобы пытался их скрыть. Как говорят люди, которые его знают, в последние недели произошла деформация личности вследствие эпилептического припадка. Надеемся, что следствие все-таки разберется в ситуации и объективно будет подходить к тому, что произошло. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал Репортер. Стрельба на Люздорской дороге. Всего очевидцы насчитали около пяти выстрелов. Выяснилось, что в районе Таировского отделения полиции патрульные задерживали мужчину. Люди рассказывают, подозреваемый убегал от сотрудников, перебросил через забор стоянки непонятный пакет и сопротивлялся при задержании. Полиция, в свою очередь, применила спецсредства. Мужчина получил ранение в ногу. Увидел, что бегут три парня. Ну, этот, еще двое безраги, не знаю. То ли догоняли его, то ли. И тоже полиция приехала. Ехала тоже в сторону города, развернулись перед кругом. Одна за кругом была, видно, сообщили. И тут на перерез. И я уже услышал, что были выстрелы. Что один куда-то что-то бросил, куда-то что-то убежал. Ну, вот сидит один пассажир. Этот предлагал деньги, но я слышал, что полиция сказала, мы деньги не берем. Все. Задержанного доставили в Таировское отделение полиции. Туда же вызвали скорую. Сейчас проводятся следственные действия. Разрушительное начало июня на севере Мнадесской области. В Балтском и Подольском, бывшем Котовском районах, непрерывные дожди на протяжении трех дней привели к повышению уровня воды в реке Кодыма и ее каналах, которые долгое время не расчищали. Как следствие, в некоторых населенных пунктах затопило дворы и подвалы многоэтажных домов и смыло урожай с огородов. На центральной площади Балты образовалось настоящее озеро. Только при помощи спасателей удалось откачать дождевую воду со дворов частных домов в Подольском районе и в Балте. Тут вода сильнейшая, сильнейшая шла прямо на подверье из всех кутков. Мне стало плохо, даже после инсульта нет даже скорой, как приехать, потому что полная подверье вода, вот такая, по самой груди вода была. До півтретьей ночи хлопцы, конечно, делали с великим трудом, не пошли пока все до грамма водички. Не выкачали вони, не вийшли. В ближайшие дни муниципалитеты Балты и Подольска, бывшего Котовском, подсчитают убытки, к которым привел затяжной ливень. Без паники, но лучше не купаться. По данным предварительной экспертизы, в морской воде в районе пляжа дельфин превышен допустимый уровень взвешенных веществ. Как объясняют экологи, это значит, что в море начинают гнить миллионы мелких водорослей. Из-за высоких температур в такой среде, вероятно, быстрое развитие различных инфекций. Эксперты предупреждают, в желто-зеленом море лучше не купаться. По данному вопросу могу, в общем-то, пояснить, что те речевины, взвешенные, так сказать, создаются, как правило, от замутнения воды, от мнения водорослей. И если говорить очень так популярно, ну, как бы вот вы развели грязь в бутылке, сболтали, вы видите вот эту вот серую воду. Вот это вот взвешенные частички вы и видите. Когда вода такая, то она, если это все еще очень свеженькая, то может быть и быть и не очень там опасным и вредным. Но в нем очень быстро могут развиваться любые бактерии, любая патогенная зона, и тогда это становится для здоровья человека опасным. Для паники причин пока нет, утешают экологи. Установить уровень опасности должна бактериологическая экспертиза. Пробы морской воды уже передали для экспертной оценки в Украинский научный центр экологии моря. Результаты должны появиться уже в следующий понедельник. Напомню, Желто-Зеленое море насторожило туристов в четверг. Гости из Киева вызвали на место госинспекцию, которая и отобрала пробы воды. Шах и мат известного одесского грайсмейстера ограбили на крупную сумму денег. Большую часть накуплений он заработал, выигрывая престижные турниры. При этом воры, скорее всего, следили за его выступлениями и знали, что дома его не будет. Дмитрий Богомолов разбирался в теме. Сейчас мы находимся в Суворовском районе на улице Добровольского. Именно в этой парадной живет известный одесский грассмейстер, действующий чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович, который пострадал от квартирных грабителей. Пока он был на турнире в Черноморске, они вынесли все его сбережения из дома. Это около 30 тысяч долларов. Пока правоохранители бездействуют. Ну, замок открыли совершенно без повреждений. И все, он не был как-то сломан, и следов тоже не было. А чем скрыли? Я не знаю. Ну, на отмычку не похоже больше. Похоже на какой-то след. Станислав подозревает, что это мог быть кто-то из знакомых, кто знал, что в это время грассмейстера дома нет, и там хранятся наличные. В момент грабежа он был на командном чемпионате в Черноморске. Беспорядок грабители не устроили. Деньги лежали на видном месте. Деньги были вот здесь, сзади. То есть достаточно было просто протянуть руку и достать. И еще небольшая совсем часть была в той стороне комнаты, в шахматной доске. Их тоже там нашли и забрали. Богданович является действующим чемпионом Украины по быстрым шахматам. В мае он выиграл престижные турниры Аэрофлот Оупен в Москве и Арчибаль Чес в Сочи. И взял бронзу на HD-банк во Вьетнаме. Говорит, большую часть денег выиграл как раз в последние месяцы и собирал на новую квартиру. Его ограбили еще 29 мая. И за это время от правоохранителей не поступило никакой информации. Не видно каких-то результатов. На данный момент, к сожалению, наблюдаются бездействия. Полицейские как-то пришли-ушли, заполнили какие-то бумаги. Вроде бы сняли отпечатки, но с тех пор ничего. Если кому-то что-то известно об этом инциденте, просим сообщить в нашу редакцию или в полицию. Дмитрий Богомолов, Игорь Лобчевский, телеканал «Репортер». Первая летняя неделя – горячая предвыборная пора. Партии проводят съезды, определяются с кандидатами, формируют проходные списки. В компании активное участие принимают и одесские политики, в том числе депутаты местных советов. На этой неделе, по прогнозам экспертов, должно было состояться воссоединение обеих частей оппозиционного блока, которые разошлись за пару месяцев до президентских выборов. Объединение произошло, но не то, которое прогнозировали. Обзор актуальной политической ситуации в сюжете Виталия Хемия. Прогнозируемое политическими экспертами воссоединение оппозиционного блока в одну силу для участия в парламентских выборах не состоялось. По словам одесских оппозиционеров, в обществе был запрос на объединение, а сами депутаты готовы были даже забыть прежние обиды. Но не случилось. Но, наверное, у руководителей, так сказать, партии оппозиционный блок и тех, кто разбились по разным политическим силам, настолько внутренние противоречия велики, что они смогли все-таки преодолеть, на мой взгляд, какие-то, в том числе и личностные амбиции для того, чтобы соединиться. Впрочем, и сам по себе съезд одного крыла по блока «Платформа за жизнь» вызвал немалый резонанс в экспертной среде, в том числе и среди одесских оппозиционеров. В проходном списке партии, которая занимает по последним соцопросам второе место, нашлось место всего одному представителю одесского региона, а в перечне избранных немало спорных персонажей. Честно признаюсь, я был огорчен тем, что Одесская область была представлена только Николаем Скориком. Я считаю, что Одесская область должна была быть представлена еще, как минимум, двумя кандидатами, а может и больше. Потому что Одесская область для оппозиционной платформы «За жизнь» сделала достаточно много. Мы первые в стране по результатам. У нас действительно сильная команда, и мы бы могли предложить качественный состав в этот список. Вообще ужасно. Это Столяр, Киева и так далее. Это идеологические противники. И сейчас вот я не знаю, как может объяснить люди, которые включали, которые с ними боролись, а сейчас объясняют включение. Но у нас, как обычно, политики высокого уровня это никак не комментируют. Ну, знаете, молчат, когда стыдно что-то сказать. Путь в никуда, оно не жизнеспособное. И все равно эти противоречия, они рано или поздно приведут к расколу в этой же политсиле, которая, ну, собрала много разных людей, но, к сожалению, у них отсутствует одно качество – это договороспособность. Но второе крыло оппозиционного блока недолго оставалось в одиночестве. Уже в пятницу в Киеве Александр Вилкул, Борис Колесников и Евгений Мураев присоединились к обновленной партии «Доверяй делам». Политологи говорят, ничего удивительного в этом нет. Партия мэров Геннадия Труханова и Геннадия Керниса – довольно динамичный проект. Надо исходить из электоральной составляющей. Так называемое «Ахметовское крыло», ну, условно, как всякое условное название. На сегодняшний момент, вернее, было бы как-то целесообразнее говорить о том, что это тот оппозиционный блок, который остался после череды распада. У него электоральная ситуация не очень хорошая. То есть мы видим рейтинги, они не те, какие могли бы быть. В воскресенье расширенное и в очередной раз обновленная партия «Доверяй делам» соберется уже в Одессе. Виталий Хемий, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». Воскресный съезд партии мэров может пройти в напряженной обстановке. Его планируют посетить две тысячи активистов нацкорпуса в Одессу. Хотят приехать националисты из семи городов страны. После новости об объединении оппозиционного блока, партии мира и развития, партии «Наши», «Возрождение», «Доверяй делам», радикалы решили помешать воссоединению политических союзников. Мероприятие анонсировано на 9 июня в гостинице «Лондонская». Съезд состоит из двух частей – официальной и концерта на Потемкинской лестнице с участием украинских артистов Ирины Билык, Макса Барских и Валентина Кубы. Мероприятия будут охранять около 200 сотрудников муниципальной охраны, а также полиция и нацгвардия. Также в мэре сообщили, что желающих посетить мероприятие насчитывает около 50 тысяч человек. И как стало известно только что, по данным некоторых СМИ, съезд партии «Доверяй делам» состоится не в Одессе, а в Киеве – в международном выставочном центре на Броварском проспекте. При этом концерт при поддержке политической силы все же пройдет в Одессе на Потемкинской лестнице. Шины, камни и палки. Одесситы решили самовольно избавиться от проблемы транзитного проезда в своих дворах. На Маршала Жукова люди построили на дорогах баррикады из подручных средств. Но такими радикальными действиями они ограничили проезд не только автохамом, но и экстренным службам. Разбиралась ситуация Лилия Гарапашная. После долгожданного ремонта межквартальных проездов на Маршала Жукова местные столкнулись с новой проблемой. Говорят, дорога под их домами сразу же превратилась в оживленную автомагистраль. Первые бетонные блоки появились здесь. Однако проблему транзита это не решило. Машины стали объезжать пробки по другим дворам этого жилмассива. Люди пошли на радикальные меры. На дорогах появились баррикады. Почему-то радужный не хочет. Сейчас пить. Утром не выйти из подъезда. Ну посмотрите сами. Подъезд и сразу трасса. Понимаете? Просто невозможно. Дети здесь, старики с колясками. Мусор вынести невозможно. Сколько мы боролись, сколько мы просили. Мы писали по всем инстанциям. Нас везде. Городороги сказали, что это их не касается. Сказали, решайте проблему как-то сами. Что хотите, то и делайте. Сейчас рассказывают впервые почувствовали себя в безопасности. Дети стали спокойно играть на площадках. Но борьба не окончена. Водители продолжают искать объезды и портят зеленую зону и тротуары. Дорогу перекрыли жильцы. Вот так же, как поставили баллоны. Они что делают? Они так. Ага, вы поставили? Ставьте. Они вот так берут, объезжают и по этой дорожке разбивают ту дорожку. Баррикады продолжают расти. Открытыми остались всего два заезда. С одной и с другой стороны жилмассива. Водители недовольны. Объясняют, ездили через дворы не ради удовольствия. Часто люди пользуются тем, что можно проехать дворами, потому что плохо организовано движение по маршалу Жукова. Этим должны заниматься специальные службы. Ну и, видимо, на это просто, говоря по-простонародному, наплевать. Инициативу активных жителей поддерживают и не все местные, поскольку строительство таких баррикад незаконно. Люди уверены, здесь нужно комплексное решение. Транзитный проезд по междворовым дорогам, он в принципе запрещен, правило дорожного движения. Но то, что люди какие-то действуют незаконно, не дает нам права действовать незаконно, перекрывать эти дороги. Я предлагаю убрать эти камни на дорогах, выполнить все по закону, положить лежачие полицейские, чтобы люди не гоняли. Но в любом случае надо решать это комплексно. Это проблема не то, что ты перекрыл и все, она решилась. Нет. Но самое опасное – экстренные службы теперь вряд ли быстро проедут к нужному адресу. В ГСЧС отмечают, при чрезвычайной ситуации нет времени кружить по району и искать нужный заезд. Счет идет на минуты. Освобождать проезд жители домов категорически не согласны. И пока власть не вмешается в разрешение проблемы, готовы защищать свой комфорт сами. Альтернативный способ решения судебных споров. Судья усаживает стороны конфликта за стол переговоров и выступает лишь модератором, помогая найти взаимопонимание сторонам конфликта. Такая практика широко применяется в странах западной демократии, но крайне редко реализуется в Украине. В пятом апелляционном суде состоялся семинар для судей со всей страны. Лекторы рассказали о способах досудебного урегулирования споров, а также ознакомили присутствующих гостей из разных уголков Украины с действующей законодательной базой в этом вопросе. Это такие фактически способы, которые в мире уже существуют, но в Украине, на жаль, не очень широко используются. Это медиация, безумовно. Это третийский суд, это арбитраж, это онлайн-платформа для решения споров и другие. Но основным моментом сегодняшнего семинара и частью этого семинара будет тема, которая присвящена новому регулированию спору за участок судей. Это новая новела нашего законодательства, которая внесена в три процессуальных кодекса. Это очень важно, потому что понятие медиации, это, по-перше, на законодательном уровне, закреплено, и еще практика судовая не на работе в этом направлении. Поэтому на этих семинарах мы отримываем необходимый опыт, как на практике, застосовывать такие понятия, как медиация. Это был выпуск новостей на Репортере. Будьте с нами и берегите себя. Увидимся. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин